Ризотто с лисичками Честно звучит рекламно, складывается ощущение, что я продался вдоль и поперек, но разве можно прекратить говорить про топовое железо? Вы только взгляните на корпус от компании Corsair, модель Crystal Series 460X RGB, в котором то и дело мелькает камера нашего оператора. Это ли не творение искусства? Лицевая и боковые панели выполнены из закаленного стекла, да, если трогать, то останутся отпечатки, но чтобы ценить шедевры, к ним не обязательно прикасаться. Три 120-мм вентилятора с RGB-подсветкой SP120 можно установить как душе ваше угодно. Хотите, все три будут стоять на передней панели. Хотите, два будут расположены сверху и один сзади. При этом грамотную разводку в этом корпусе реализовать очень легко. Все детали легко масштабируются, согласно требованиям вашего оборудования. На верхней панели расположились кнопка включения, два USB-входа, два входа под 3,5-мм джек для наушников и микрофона, индикатор загрузки, кнопки регулировки стилей подсветки кулеров, скорости вращения кулеров и цветы их подсветки. Все максимально логично и понятно, без инструкций. Передняя крышка сидит на четырех винтах, которые без проблем можно выкрутить руками, но я предпочитаю отвертку. За ней идет сетка, которая крепится благодаря магнитам. Отличное и логичное решение. Точно такая же, но более мелкая расположилась на верхней панели. На мой взгляд, это шикарное решение. Как с точки зрения качества изготовления, так и с точки зрения дизайна. Единственным минусом этого корпуса можно смело назвать всего две корзины под жесткие диски. А в остальном это отличное решение для топового ПК. Далее следует материнская плата. Выбор XCOM был, на мой взгляд, очевиден. Asus ROG Strix Z390H Gaming. На чипсете Intel Z390. Да, это бомба, скажете вы. И будете снова правы. Это топовая материнская плата, имеющая два разъема M.2. Socket LGA1151 для процессоров Intel Core 8 и 9 поколений. Возможность впихнуть две видеокарты в сладые PCI-Express X16 также никуда не делась. Одной маленькой особенностью всего этого совершенства будет охлаждение. Отвод тепла реализован тут, на мой взгляд, отлично. При этом проживать и не подавиться эта махина сможет памятью с частотой 4266 МГц и выше. Проверим? Тут есть 4 USB порта 3.1 второй генерации, видеоинтерфейсы HDMI 1.4 и дисплей порт версии 1.2. Тут все есть. Шикарный звук реализован посредством аудиокодека SupremeFX S1220A. 6 портов SATA по 6 ГБ в секунду. Подсветка Aura. Весь кайф технологической линейки Asus и их партнеров реализован на этой материнской плате с запасом. Но давайте поговорим о центре притяжения, а именно о процессоре компании Intel. Intel Core i9 9900K с тактовой частотой 3,6 ГГц. На что же способен этот малыш в купе с топовой видеокартой NVIDIA RTX 2080 Ti от компании Polit, на которой праздно расположилось два кулера и огромный радиатор. Так вот, я сейчас не буду разгонять этот процессор, хотя, хочу отметить, гонится он отлично и очень легко. И работает максимально стабильно. А с биосом от Asus это вообще плевое дело даже для начинающего оверклокера. Так вот, давайте я просто буду запускать все игры подряд в разрешении 4К и на максимальных настройках. Эталоном у нас будут 60 кадров в секунду. Итак, Forza Horizon 4, 62 фпс в среднем на тесте, мне продолжать да легко. Даже убого оптимизированная Watch Dogs 2 выдает куда больше, чем 60 фпс. Что же говорить про Project Cars 2, в которой средние показатели держатся выше 145 фпс. Или ремейк Resident Evil 2 и его минимальные 75 кадров в секунду. Вы понимаете, это топ, можно еще вставить вторую видеокарту, но вот только прирост от этого безумия будет такой себе. Вообще, 8 ядер, 16 потоков и турбо режим до 5 ГГц не может работать так себе. И с моими словами полностью согласен не только Geekbench 4, но и наш моушн-дизайнер, который с радостью делал всю графику для данного ролика именно на этом прекрасном ПК. Если говорить кратко, то все начиная от игры, заканчивая сложными расчетами по зубам этому малышу. В роли охлаждения нашего кирпичика выступает вода. Нет, мы не утопили процессор в лужу слез тех людей, которые мечтают об этом компьютере. А просто установили на него водяное охлаждение от компании Cooler Master под названием Master Liquid ML240R RGB. Отдельный обзор на это охлаждение вы также можете найти на нашем канале. Из особенностей данного охлаждения можно отметить RGB подсветку, которую можно менять посредством небольшого пульта, который расположен внутри корпуса. Фантастически ярко во всем этом обзоре также смотрится и память от компании Kingston. Две плашки имеют общий объем в 32 ГБ. Работают в двухканальном режиме и имеют название HyperX KHX3200C. Что можно сказать про них? Их нужно гнать в хвост и гриву. Они это любят. Они этому хорошо поддаются. Говорить про них ничего не надо. Нужно показывать. Но разгону всей этой красоты я бы хотел посвятить отдельный ролик. Конечно, мы установили в данную сборку блок питания. Выбор пал на Be Quiet Stretch Power 11. Обзор на который вы также можете найти на нашем канале. И на сладкое. Я оставил вам что-то, что на мой взгляд может охарактеризовать всю мощь этой сборки. А именно... Нужно попробуйте угадать. Итак, нет, это не жесткий диск Seagate Barracuda ST200DM008 на 2 ТБ, но уже близко. Это SSD-накопитель Intel Optane 900P, работающий на интерфейсе PCI-Express X4, имеющий максимальную скорость на чтение в 2500 МБ в секунду. И скорость на запись в 2000 МБ в секунду. Вы только взгляните на эти показатели. Это же просто космическая ракета. Да я даже не знаю, что еще о нем рассказать. На вид это обычный кусок радиатора, а под ним скрывается такая безумная скорость, которой позавидует компания Samsung. Давайте просто, как из рога изобилия, на экран будет сыпаться показатели данного SSD. А вы пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал и клацайте по ссылкам в описании. В них вы, кстати, можете найти данную сборку ПК, которая аккуратно собрана сотрудниками компании XCOM и неаккуратно разобрана моими коревыми рыжими ручонками.